Песня Главы района и города поздравили с профессиональными праздниками работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Лучшим представителем отраслей Анатолий Курицын вручил почетные грамоты и благодарственные письма главы района. Почетной грамотой главы публического муниципального района награждаются Соколов Юрий Павлович, тракторист общества с ограниченной ответственностью, публическое дорожно-строительное управление. В настоящее время на территории района пассажирские перевозки осуществляют 4 предпринимателя. В конце 2018 года автопарк перевозчиков обновлен более чем на треть. Введены в эксплуатацию 13 новых автобусов. Важную социальную задачу перевозку школьников выполняет муниципальное учреждение Центра обслуживания образовательных учреждений. Междугородние пассажирские перевозки по пяти маршрутам осуществляет углическое подразделение Ярославского пассажирского автотранспортного предприятия номер 3. Я хочу сказать спасибо за безопасность людей, которые вы перевозите. Ну и хочу сказать, что огромное спасибо, это, конечно, нашим водителям, которые перевозят самое дорогое и ценное. Это наших детей, это непосредственно школьные автобусы. Ну и как бы, переходя непосредственно уже к дорожному хозяйству, я хочу сказать, конечно, сегодня хочется, чтобы наши дороги сегодня соответствовали всем нормам и стандартам. Конечно, в Украинском муниципальном районе есть над чем работать. Хочется вашим семьям пожелать, чтобы всегда была хорошая погода в доме, здоровья, благополучия, чтобы в семье было понимание, чтобы, понятно, все вас любили, уважали, потому что от этого зависит очень много, с каким настроением водитель вышел в рейс, с каким настроением вы относитесь к уверенному участку, где-то дорогу делаете, потому что, ну, как бы мы что ни говорили, ну, поверьте, при одной и той же сумме, но качество дорог, оно тоже разное. Дорожные проблемы постепенно решаются. В этом году, благодаря губернатору Дмитрию Миронову и правительству области, в Угличском районе удалось решить несколько больших задач. Большой объем ремонтных работ выполнен на дорогах на Бурмасово и Прилуке. К 1 ноября планируется завершение ремонта дороги в микрорайоне Мирном. В рамках губернаторской программы «Решаем вместе» благоустроены 7 дворовых территорий. Обустроена пешеходная дорожка через Сосновый Бур между микрорайоном Солнечным и поселком Вокзальным. В настоящее время достигнута договоренность с губернатором области о выделении Угличу 130 миллионов рублей на ремонт дорог и тротуаров. 30 миллионов решено направить на ремонт дороги на Левом берегу с обустройством тротуаров, заменой освещения и установкой остановочных павильонов. 100 миллионов будут потрачены на благоустройство правобережной части города. В настоящее время определяются наиболее проблемные дороги и тротуары, в которые предстоит вложить эти средства. Автомобильные дороги связывают нас и с нашими родными и близкими, с городом и селом, с городами и странами. Это, наверное, один из показателей благополучия государства. И огромное спасибо всем, кто работает на благоуличе и угличан. Вот Анатолий Геннадьевич уже сказал, что мы пытаемся по мере сил делать, и в этом году уже сделано. И все, кто принял участие, мне хочется сказать огромное спасибо, потому что, невзирая на погодные условия, невзирая на разные трудности, мы все же чуточку делаем лучше, гордополучше и комфортнее в жизни. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть в таком, Как вратный счастье сам, счастьем возделить другие. Субтитры сделал DimaTorzok